Субботники на территории Международной Академической Школы Одесса продолжаются. В этот раз на Аллее Сакур прибавилось еще сотня деревьев, которые будут украшать улицу Академическую и город Одессу. В благоустройстве традиционно приняли участие коллективы Национального Университета, Одесская Юридическая Академия и Международного Гуманитарного Университета, а также дети и учителя Школы Будущего. Как преображается Приморский район Одессы, видела наша съемочная группа. В последние выходные декабря по улице Академической была высажена еще сотня молодых деревьев Сакуры. В благоустройстве территории, прилегающей к Международной Академической Школе Одесса, приняли участие руководство преподавателей и студентов Национального Университета, Одесская Юридическая Академия и Международного Гуманитарного Университета. Высадку Аллеи решили приурочить к праздничной дате – 23-летию Одесской Юридической Академии. Участвовал в субботнике и президент вузов, а также Школы Будущего, почетный гражданин Одессы и Одесской области Сергей Кивалов. Когда было 10 лет Национальному Университету Одесской Юридической Академии, и в честь этой даты мы высадили 100 лип. Еще шутили, говорили, липовая аллея, а здесь аллея Сакур будет. Но самое интересное в чем? Что мы никогда за всю историю Одессы не высаживали деревья в конце декабря. Декабря. Такого не было еще. А погодные условия сегодня позволяют высаживать деревья и в конце декабря. И я думаю, что это, наверное, важно, чтобы мы уже приспособились под новый климат. Если у вас будет хорошее настроение, если вы это будете делать с любовью, высаживать, то все деревья точно примутся. Я это знаю. Если высаживаешь с любовью, если хочешь, чтобы оно получилось, обязательно так и произойдет. Саженцы Сакуры были заказаны и привезены из Ивано-Франковска. Для Одессы это пока еще экзотическое дерево. Но вскоре наверняка приживется и станет таким же привычным, как платаны, каштаны и белая акация. Это будет самая красивая улица, где каждый, кто непосредственно принимал участие, будет гордиться. И все одесситы будут радоваться. Сакура – это удивительно красивое дерево. Так как мы любим белую акацию в нашем городе, наши предки многие столетия назад завезли и повысаживали акацию, так мы вот сейчас завозим Сакуру и высаживаем для того, чтобы одесситы радовались. Мы вносим свою лепту в озеленение нашего города. Аллея Сакур проходит вдоль школы будущего и спускается к университетской стоматологической клинике Международного гуманитарного университета, а также к бювету, который был открыт летом прошлого года и сегодня очень востребован у жителей близлежащих домов. Все, что касается Национального университета и юридической академии и персонально Сергея Васильевича Кивалова, можно сказать одним словом – это созидание, созидатель. Не проходит ни одного месяца, ни одного дня, чтобы мы чего-то не делали и каким-то образом не делали вклад в развитие нашего города. Вот сегодня очень приятный такой момент – высадили больше ста деревьев Сакур на одной из самых красивых улиц нашего города, улицы Академической, где находится наш университет, где находится наше общежитие и где вот сейчас самое красивое строение нашего города, я думаю, всего нашего государства выстроено Международной академической школой Одессы. Сакура – это очень красивое дерево, которое является пока в новинку в Одессе, но оно очень красиво цветет. И вот мы решили вместе со студентами, с профессорско-преподавательским составом высадить эту аллею, приуроченную к дню рождения университета. На самом деле такие мероприятия не закаляют, потому что когда мы все вместе в неформальной обстановке, в прекрасную погоду становимся, все вместе работаем, трудимся, это заряд бодрости, духа, это здоровье, потрудиться, приобрести новые силы, это позитивно, именно так учит нас руководитель нашего университета Сергея Сичкивалов, который лично всегда в таких мероприятиях принимает сам тоже участие. При участии университетов была облагорожена не только улица Академическая, пятая станция Большого Фонтана, но и набережная восьмой станции Большого Фонтана, где находится спортивный комплекс Международного гуманитарного университета. Кроме этого, представители вузов участвуют в высадке деревьев в Дендропарке Победы и других парках и скверах. Сегодня прекрасный погожий день, сегодня идеальная погода для посадки деревьев, и сотрудники Национальной юридической академии Международного гуманитарного университета не могли просто упустить этот шанс, и сегодня вышли, и посадили еще целый ряд сакур, которые сделают наш город более прекрасным, красивым, он будет нести хорошее настроение. Деревья – это жизнь, деревья – это кислород, это то, что сегодня так не хватает нам, это позитивные эмоции, и то, что мы сегодня делаем, действительно, это благородное и хорошее дело. С удовольствием поддерживают такую инициативу и студенты Одесской юридической академии. За годы учебы каждому удается высадить хотя бы одно дерево, а то и больше. Мы продолжаем нашу таку традицию, и каждый студент нашего университета, справедливо, знает, что каждый должен высадить одно дерево. И так у нас есть такая черная традиция, которую мы поддерживаем, и разом с керевницей нашего университета, начали с президентом Национального университета Одессы и хорошее академии Сергеевичем Киваловым. Также сегодня пришли, и, так бы, мовите, поддерживаем и благоустрой нашего города, зеленюем этим самым. Так, и также, правда, покращиваем и наше здоровье, оскільки эти дерева повырастают. А мы знаем, что это только польза приносит нашему здоровью. Кроме сакур, месяцем ранней на территории Международной академической школы также были высажены более ста молодых сосен, которые сегодня напоминают о приближающемся празднике. Сегодня, уже традиционно, мы вторую субботу поподряд высаживаем возле школы сакуры. Хотя на улице предновогоднее настроение, но погода благоприятствует высадке деревьев. И мы можем себе представить, какая будет красота по улице академической, когда эти сакуры зацветут. Я уже несколько раз высаживала деревья, например, в парке Победы. Да, мы там высаживали деревья. Полюбоваться цветущей сакурой на академической одесситы смогут уже весной.